Друзья, всех приветствую. Сегодня мы продолжаем тему изучения ETF-контрактов, ETF-фондов, которые присутствуют на финансовых рынках и которые являются довольно неплохой альтернативой для реализации каких-то инвестиционных задумок. Угольно некоторое время назад я уже подготовил для вас один ролик, в котором максимально просто пытался рассказать о том, что такое ETF, в чем основные особенности, преимущественно этих инструментов, да и в целом, как с ними работать. Также я обещал предложить вам под конец этого года активы, которые имеют отношение к ETF-ам, активы, которые интересны уже на будущий год, на 2021. И с учетом всех тех новостных вводных, которые у нас имеются, связанных с коронавирусом, тем, как с пандемией коронавируса борется мировая экономика, какие из этих фондов могут потенциально показать одни из самых лучших результатов. Начнем с того, что в 2020 году мировая экономика реально столкнулась с новым вызовом, с чем-то новым, с чем не сталкивалась никогда. Причем тот эффект, который мы наблюдали, разрушительный эффект для всей экономики, я имею в виду сектора, сферу услуг, промышленности, это было настолько очевидно, что в целом ее мировую экономику фактически эксперты хоронили на несколько лет. Отмечают, что из того тотального спада, в котором она оказалась, выбраться не удастся в течение многих и многих лет. Сейчас не принципиально и, наверное, не так уж и важно, не нужно, я думаю, растекаться по древу, уходить в какие-то реальные показатели экономического спада, рецессии. Я хочу обратить ваше внимание на секторах, отраслях, которые прекрасно проявили себя в такой непростой период. То есть тогда, когда на финансовых рынках была тотальная паника, тотальные распродажи, когда мы видели сброс всего, что имело отношение к риску, на площадках можно было выделить те инструменты, которые остались на плаву и показали фактически феноменальный рост. Мы можем говорить это уже сейчас, потому что до закрытия, до окончания 2020 года остаются фактически считанные дни. Поэтому здесь уже как бы не прогноз, а констатация факта того, что этот непростой год был действительно неудачным для всего, но есть отдельные представители, которые, несмотря ни на что, показали довольно неплохой прирост и принесли доход своим инвесторам. Можно сказать также, что это те активы, которые закалялись в реальный кризис и прошли боевое крещение. В 2020 году, в этом году, то есть таким сектором стал сектор высоких технологий. Никакая другая отрасль, никакой другой сегмент финансовых рынков не показал столь внушительной восходящей динамики. И главной причиной таких результатов стала как раз устойчивость технологического сектора и его способность укрепляться даже несмотря на пандемию. Компании этого сектора, я думаю, все вы прекрасно понимаете, о каких компаниях идет речь, извлекли реальную выгоду из тенденции работы из дома, игр, электронной коммерции. И в пандемичное время показывали хороший прирост по капитализации. Поэтому на протяжении всего 2020 года, за редким исключением, то есть первичной реакцией на пандемию, на вызов в начале этого года, на протяжении всего 2020 года мы наблюдали за ростом как раз компании технологического сектора и тех ETF-фондов и инструментов, которые ориентировались на этот сектор. Прежде всего хочется обратить внимание на костяк американского фондового рынка. Это три основные бенчмарки. NASDAQ, S&P и Dow Jones. Индекс NASDAQ 100, который объединяет 100 крупнейших нефинансовых компаний, прямо сейчас торгуется примерно на 45%, друзья, выше уровня начала года. Аналогичный прирост, если мы будем анализировать ETF, который отвечает за этот индекс, аналогичный прирост показал как раз и ETF-инструмент. Ну, примерно там около 40-40 с небольшим процентом. Причем, что это за ETF? Называется он ETF Invest Attribute Trust. Собственно, в описании к этому ролику, я думаю, все ссылки будут, чтобы вы могли непосредственно кликнуть на них, найти информацию впоследствии и рассмотреть возможность как раз работы с этими инструментами. Как раз вот этот ETF-фонд, он по сути представляет собой собранный воедино портфель из компаний индекса NASDAQ 100. Большинство представителей NASDAQ 100 не выплачивают дивиденды, это нужно учесть. Хотя, с другой стороны, все-таки, если взять за основу те компании, которые платят дивиденды, и как бы сформировать из них среднюю, то дивидендная доходность может получиться примерно 0,5-0,6%. Это, конечно же, мало, особенно для тех, кто привык рассчитывать на более высокие показатели доходности. Но, с другой стороны, друзья, капитализация этого фонда, соответственно, рост паек этого фонда долей, как я уже отметил, составил 40%. Я думаю, что можно, не обращая внимания на дивидендную доходность, просто железобетон инвестирует в этот инструмент, рассчитывая на рост именно первичной капитализации. Для сравнения, помимо NASDAQ, конечно же, нужно и было бы логично проанализировать ситуацию с другими индексами S&P и Dow Jones. Вот S&P с начала этого года вырос всего лишь на 13%. Dow Jones показал более скромный результат, потому что это все-таки индекс крупнейших промышленных компаний. И, конечно же, последствия ковида для мировой экономики больнее всего ударили именно по промышленному сектору. Но даже если говорить про показатели доходности в 13,5%, я думаю, вы согласитесь, что результат выдающийся и отличный. Кстати, после таких показателей роста по доходности в рамках 2020 года, можно смело сказать, что история повторяется. Большинство хедж-фондов, которые обещали золотые горы в начале года, даже тогда, когда начался кризис, тоже пытались объяснить всем инвесторам, что у них уникальная система управления фондами. Большинство хедж-фондов, которые к тому же берут еще и большие комиссии за управление, даже близко не приблизились к показателям доходности индексов американского фондового рынка. Друзья, не нужно изобретать велосипед, не нужно пытаться переградить рынок. В прошлом ролике, который уже доступен давно, в принципе, на нашем канале на YouTube, про ETF в целом, я также говорил, что простое инвестирование в индексы США последние 20 лет позволило бы вам рассчитывать на среднегодовую доходность в 10%. Другой вопрос. Самостоятельно собрать портфель, индекс S&P, это непросто. Во-первых, это большие временные затраты, может быть, для кого-то это не проблема, но точно уж проблемой может стать необходимость наличия большого капитала, потому что, чтобы купить все акции индекса S&P и самостоятельно собрать этот портфель, вам понадобится больше 500 тысяч долларов. Друзья, это ограничение, конечно же, безусловно, для многих является отталкивающим, поэтому все акции не покупаются, выбираются какие-то отдельные представители, ну и тут начинают формироваться сразу риски, потому что в целом по индексу может, если говорить про все компании, быть некоторое подобие баланса, когда снижение капитализации одних компаний компенсируется за счет роста капитализации других. Я обращаю ваше внимание, друзья, то, что проблему необходимости наличия большого капитала, ее легко можно обойти, купив тот же самый ETF на индекс, потому что в данном случае управляющая компания этого индекса, она сама соберет все акции в один портфель и вам предложат уже долю пай от этого портфеля, отсюда и формируется низкий порог входа. Помимо NASDAQ, обращаю ваше внимание, что так же, как и с ним, разумеется, есть индексы S&P 500, есть Dow Jones промышленный индекс, за которые также отвечают свои фонды ETF. Это, если говорить простым языком, ETF, SPDR S&P 500, это что касается NASDAQ, и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust. Это для тех, кто все-таки попробует рискнуть и попытать удачу именно в промышленном индексе. Следует отметить, что помимо потенциального прироста капитала, вот эти два ETF, они могут еще дать очень хороший прирост дополнительной прибыли в виде дивидендной доходности, причем для ETF, которые ориентируются на индекс S&P 500, это 1,5%. Для промышленного индекса здесь показатель чуть повыше 2%. А судя по текущему информационному фону, в виде появления новых штаммов ковида, все еще, друзья, это точно так, невыясненная эффективность вакцин, понимание того, что ее всеобщее распространение пройдет очень-очень много времени, а также на фоне сохраняющихся жестких ограничений и локдаунов, я думаю, что 2021 год будет не очень сильно отличаться от прошлого. Поэтому прямо сейчас рекомендую рассмотреть возможности покупок ETF на соответствующие американские индексы. Ну и потом, друзья, даже если что-то пойдет не так, и в 2021 году по американским индексам мы будем наблюдать коррекцию, нужно также понимать, что в этом случае другие активы, хедж-фонды, которые будут завязаны на вот этих рыночных настроениях, скорее всего, покажут куда более худшую динамику. И, как я уже отметил, давайте руководствоваться опытом, который уже есть, этому опыту десятки лет. И пока сложившаяся тенденция позволяет безошибочно заявлять, что покупка именно американских индексов в сборе, в совокупности через контракт ETF – это крутое инвест-решение, которое может обеспечить вас приростом по депозитам и доходности в среднем от 7 до 10%. Друзья, удачного вам инвестирования в 2021 году. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok